Привет, ребят! Приехали мы сейчас в город Бремен. Очень атмосферно, очень. Я просто перенесла словно в другое время. Такая архитектура. В общем, пойдемте вместе смотреть. Я вам все расскажу, покажу. Просто будьте со мной и посмотрим вместе этот старинный город. Здесь очень атмосферно. Сегодня еще праздник. Сегодня у нас в Германии отмечает Фатертак. А еще сегодня Химмельтак. Сегодня аж два целых праздника. Вот это вот самое старинное здание. Я думаю, оно такое прям очень старое. Посмотрите, какая архитектура. Мы еще сейчас подойдем, посмотрим поближе. Это Радхаус. Шарики летят так. А камера передает, кстати, немного. Их тут очень много. Не знаю, откуда они вылетают. А вот смотрите, вот эти здания, да? Как будто я перенеслась в время, где жили бременские музыканты. Это была очень моя одна из самых любимых сказок в детстве. С удовольствием ее читала. И вот сейчас как будто я реально перенеслась в центр ее создания в те времена. очень здесь атмосферненько. А сейчас пойдем вот туда, вот туда, откуда мы пришли. Так, находимся мы в Бремене на улице. На улице называется Шутингстрасса. Если я правильно прочитала. Шутингстрасса, да? Мы с вами, ребяточки, переносимся вот сюда. Вот сюда переносимся. И сейчас пойдемте с вами пройдем по этому проходу. Сюда даже шарики долетают. Один даже на меня сел. В общем, продвигаемся мы по этому туннелю для того, чтобы еще больше посмотреть интересной архитектуры. Настоящий момент тут экскурсия проходит. Я уже даже поставила немножко послушал, но неудобно слушать полную экскурсию. Рассказывают о том, что вся эта архитектура воссоздалась по именно образу всей старинной архитектуры. Это здесь типично для северной Германии. Ну, здесь так атмосферненько, да, я вам скажу. В барах какая атмосфера. Если получится, зайду, покажу вам какая атмосфера тут в барах. Вот это да, вот это атмосферочка. Должаем идти дальше. Чтобы сюда приехать, лучше брать экскурсию, конечно, ребят. Я-то здесь чисто проездом. Мы с Валеркой приехали так случайно. И я сразу ощущаю, что здесь, чтобы полностью все посмотреть, сказать, у одного дня будет очень мало. Скорее всего, в идеале это два дня надо, чтобы спокойно на следующий день даже погулять, посмотреть. Мне вот этот магазин очень понравился. Может, я его уже, конечно, и снимала, но он все равно меня восхищает. Я даже не пойму, из чего сделаны эти куклы. Может, это все-таки из гипса. Я бы зашла, но сегодня, так как праздник, все закрыто, да? Сегодня же. И Химель так, и Фатер так. Я вам уже рассказывала про это. Двойной праздник. Вот этот балкончик такой необыкновенный. Я попозже посмотрю, я сейчас просто помню. Что мы тут видим, мы тут разные фигурки. Даже не знаю, кто это такой. Вот это 100% собачка. А это? Попробуем. Это положено оскника. Важение в том, что они не хотят работать. Те, конечно, в итоге решили, что времени им не место. Уехали, поехали в Голландию. Там нахватались различных штучек, инновационных, как мы бы сейчас сказали. Так, ребята, уделим внимание открыточкам, посмотрим. Типично для этого города это вот эти вот открыточки. Как раз из этой сказки. Каких только нету. Ну, мне, кстати, вот это почему-то понравилось. Ну, тут каждая по-своему интересна. Все связаны с этой тематикой, да? Я так поняла, 90 центов? Может быть, по-моему, да, по-моему, 90. Ну, вообще, такой магазинчик получается. Вот адрес. Открыто, кстати, да? На удивление, ребят. Магазин открыт сегодня. Ну, а как вам такие открыточки? Вообще прикольные. Да, вот эти тарелки кричащие тоже прикольные. Улыбающиеся, да, они? За всем следят. Все стараются сохранить в том же первозданном виде. Тут уже, конечно же, много раз реставрировалось. Не без этого. Спасибо. 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 А что очень, ребят, тоже интересно, что Бремен – это отдельная земля. Тоже, как и Гамбург. Идите, смотрите, смотрите. Надо с этим внутрь посмотреть. Здесь у нас что? Рельсы проходят для трамвая. Я уже два трамвая тут видела, как проезжали. Вот что тут опять. Мыльные пузыри вон летят. Видно вам, ребят? погода еще повезло сегодня такой четверг удачный вообще по всей стране сегодня выходной Валерка предложил, говорит, поехали съездим в город Брейминг посмотрим, вот мы живем в 150 километрах от него, вон люди фотографируются с этой фигурой статуей, как сказать, с экспонатом прикольно это получается вот к этому зданию, может это даже музей ой, какой бы там там все расследовало, это Арборед Хаус ребят, Бремен вообще играл огромную роль морской торговли и об этом очень сильно напоминают все вот эти угандзейские постройки немножечко видов храма а вот балкончик какой интересный в этой кафешке так, что у нас тут за фонтанчик гуляли, находились, насмотрелись здесь можно сделать небольшую паузу а что это у нас там за архитектура спряталась в этой кафешке можно и мороженое поесть, и сосиски типичные немецкие, и картошку я думаю можно много чего еще покушать вообще тут много всяких летних кафешек сидишь на солнышке, наслаждаешься время пауза наступает итак, ребята, еще раз едет трамвай я хочу заснять как же все-таки интересно наблюдать когда старинное время пересекается с этим так сказать последним словом техники реально реально очень красивое зрелище было не правда ли? а раньше архитектура намного была интереснее и красивее посмотрите посмотрите как она создана как тонкая ее работа как много мастерства и искусства в каждом в каждом в каждом метре может даже в каждом сантиметре проще сказать этих построек колокольный звон очень завораживает можно прям часами стоять и наслаждаться архитектурой просто ее видами то же самое и здесь посмотрите такие старые гордейские домики в своем таком вот стиле да? на пабеленном там вообще на машине поехал здесь же нельзя интересно интересно и что у нас здесь? здесь у нас по-прежнему шарики но для детишек здесь тоже столько развлечений ну вот этот вот завор он мое воображение поражает я прям завораженная смотрю и не могу насладиться так а что это у нас такое ну вот я думаю это город сейчас просто вас произведем дальше металл сплет да это правильно ну кстати опять едет трамвайчик я не знаю расписание но я вам скажу что они тут часто ездят при всем при этом что этот центр города вообще пешеходный да? здесь нельзя ездить в машину но для трамвая сделаны исключения поэтому у людей появилась возможность беспрепятственно и быстро продвигаться с одной стороны города в другую продвигаемся панцкеллер сегодня очень много здесь народом так как стране выходной все семьи все с детьми все веселятся радуются погодке хотя конечно не типично для мая да? сегодня утром было плюс десять мы выезжали в одиннадцать часов так а это что у нас за транспорт такое? сейчас напоминаем что это за транспорт кого он везет? наверное туристов счастливых туристов которые купили экскурсию или посмотрим надо вообще увеличить да? нет я не могу а все я увеличила и вы тоже можете понаблюдать со мной как несется такой вот транспорт прикольно надеюсь что я не стою у него на пути потому что если я стою он бы уже привикнул мне по-моему экскурсия была даже не на немецком а нет нет на немецком только что расслышала так очередной раз несется у нас трамвай надеюсь что все люди знают что он здесь может ехать и ходит осторожно а у нас здесь остановка а очень удачно прям можно приехать в центр а кстати нет остановки не было все равно можно приехать получается такой центр наверняка где-то рядом остановка обратите внимание ребят как расписано вот эти стены сейчас мы зайдем внутрь если получится да если позволят вот какой высокий какой высокий собор вот хорошо что айнтрит фрай да вот такая вот она вот с архитектурой внутри потолки вот довольно сильное тоже сооружение знаете языки слышны абсолютно разные абсолютно разные каких только я языков сегодня не слышала около восьми в том числе итальянский французский я тоже слышала так мозаика очень красивая так мозаика очень красивая идем в следующую комнату посмотрим картины висят так это письмо так 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 так